Информация о новом наступлении на Херсон снова вернула ситуацию на Украинском фронте как главную тему обсуждения. Вопросов множество. Как быстро Украина может восстановить контроль над городом, а вот Россия может отступить, как было до этого, или будет сражаться, что называется, за каждый камень. Наступит ли перелом в войне и что для этого нужно? Я Алексей Мацуко, прямо сейчас разберемся во всем этом очень детально. Что интересно, с украинской стороны информация сейчас достаточно сдержана, а вот в российских пабликах близко к панике. Тут и военкоры говорят, что ВСУ наступает со всех сторон, да еще и с авиацией. И пророссийские деятели обратились к Москве, мол, нужна эвакуация, но так, чтобы это не выглядело бегством. Мол, не создавая панику, вывести подальше от поля боя. И Путин вдруг вернулся к тому, что Крыму нужна вода. А в целом захватывать Украину Россия вообще оказывается не намерена. На восьмом месяце войны наступление на фронте уже нельзя рассматривать в отрыве от информационных атак, расклада сил на мировой арене и картины боевых действий в целом. Здесь все очень сильно связано. Так что обо всем по порядку. Первое о том, что Украина может быстро освободить Херсонскую область, написала газета Financial Times прогноз со ссылкой на неназванных американских военных. И даже назвали сроки 20 числа октября. Если перечитать текст внимательнее, то становится понятно, что пишет газета о правобережной части Херсонской области, а не о самом Херсоне. Но какой смысл смыкать кольцо вокруг города, если не ставить целью взять под контроль сам областной центр? И важно это для Киева не только с военной точки зрения. Если город, который Россия торжественно объявила своим, вернется Украине, это станет огромным имиджевым ударом для Кремля. А западным союзникам, наоборот, покажет, что не зря, мол, оружие давали. Октябрь вроде и не приносил громких новостей. Все было постепенно, но вот глава Херсонской администрации Ярослав Янушевич подсчитал, что за неполный месяц было освобождено почти три десятка населенных пунктов. А украинские военные говорят, площадь освобожденных территорий Херсонской области увеличилась до 500 квадратных километров. А вот с российской стороны Минобороны России признала частичное отступление своих войск, не говоря открыто, но указав это на карте. Но там все еще надеются, что украинское контрнаступление может быть достаточно быстро остановлено. Ведь назначены новые генералы, что Суровикин, что Теплинский, подчинение которому отдали войска на юге. А от новых лиц всегда ждут результатов, ожидают, что они выслужатся. Кроме этого, наступление украинских войск сейчас уже не является внезапным, как это было в самом начале в Харьковской области. К нему готовились, Россия подтягивала резервы. О том, что прогнозы для Кремля не самые радужные, свидетельствует простой факт. Назначенное Москвой руководство области просит помочь с эвакуацией жителей в Россию, называя это, правда, выездом на отдых и учебу. Было принято решение организовать возможность выезда херсонских семей в другие регионы Российской Федерации для отдыха и учебы. В первую очередь для жителей Правобережья. Но одновременно мы предложили всем жителям Херсонской области, если есть такое желание, чтобы обезопасить себя от последствий ракетных ударов, тоже выехать в другие регионы. Прежде всего это Крым, Ростовская область, Краснодарский край, Ставропольский край. Наши соседи. Вывезти своих детей и самим выехать. И что бы там ни говорили, мол, формально слово «эвакуация» нигде не упомянуто, дело ведь не в терминах. Раз уж об отъезде заговорили, а по неофициальной информации херсонские чиновники свои-то семьи как раз уже вывезли, самыми первыми, то речь или о возможной сдаче территории или о перспективе городских боев в городе Херсон, которые всегда сопровождаются жертвами среди гражданских. Какие задачи Киев и Москва для себя ставят? Военные эксперты говорят, от классической тактики никуда не уйти. Украине нужен сам Херсон, ведь это снимет угрозу для Николаева и Одессы стратегических черноморских портов, если все пройдет успешно. Продвинуться дальше по Херсонской области, части Запорожской с выходом к Перекопскому перешейку и Чангару, избегая столкновений лоб в лоб и по возможности городских боев. А вот для России южное направление сейчас куда важнее, чем любое другое. У Москвы пока есть выход в Азовское, в Черное море и сухопутный коридор в Крым. Стоит отдать Херсонскую область после проведения там референдумов. И это, конечно, вызовет обрушение всей стратегии. Когда, начиная еще с 2014 года, пытались откусывать части Украины, рассказывая, что притесняемые русские или русскоязычные могут обратиться за защитой к России. Ну а в этом случае, кто станет дальше верить громким лозунгам, своих не бросая. Чтобы удержать линию фронта в России и была объявлена мобилизация. Неумная, запоздалая, когда не успевают прислать подготовленные резервы, перекидывают неподготовленных мобилизованных, чтобы любой ценой остановить продвижение украинской группировки. Вот почему эксперты говорят о контрнаступлении на Херсонском направлении, как о новом этапе войны. То есть битва за город вполне может быть переломной в этой войне. И очевидно, что с военной точки зрения это очень тяжелый и болезненный этап и для Украины, и для России, когда возможны большие потери. Чтобы избежать их, в Кремле, похоже, решили схитрить. Оппозиционное российское издание «Медуза» со ссылкой на высокопоставленных лиц написало о некоем новом плане российской власти. Суть его в том, чтобы заключить соглашение о временном прекращении огня и договориться об этом могли бы якобы российские и украинские военные. «Медуза» пишет также, что Кремль может пойти и на то, чтобы отвезти войска с части территории Херсонской области. Сейчас удержать Херсон очень сложно, а выход войск из области можно сделать жестом доброй воли и шагом навстречу Украине, пояснил один из собеседников «Медузы», близких к Кремлю. Но, как пишут СМИ, да и в Украине явно так считают, это может быть очередная ловушка. Прекращение огня Путин попробует использовать для восстановления армии, обучения мобилизованных, пополнения ресурсов. В общем, чтобы со временем, под любым предлогом, начать новое наступление. Украине как раз выгодно дожать сейчас ослабленную российскую группировку на Херсонщине и там закрепиться. А России, наоборот, очень нужно выиграть время до весны. Здесь примечательным выглядит заявление Путина, сделанное в Астане. Он сказал, Крыму нужна была вода, да и сухопутный коридор нужен. А так задачи уничтожения Украины якобы никто не ставил. Вот они взяли в свое время. В Крыму проживают 2,5 миллиона человек. Взяли и воду отрубили там. Войскам пришлось зайти и открыть воду в Крыму. Вот как просто пример логики наших действий. Не сделали бы вот этого действия, не было бы других противодействий. И после этого пошли разговоры. Возможно, это аккуратно готовят общественное мнение. Все к тому же плану перемирия, чтобы предложить России добровольно уйти с части Херсонской области, но оставить за собой сухопутный коридор. Судя по настроениям в украинском руководстве, Киев на это не согласится. Тогда, возможно, случится еще один жест доброй воли. Россия добровольно оставит правый берег Херсонщина, чтобы всеми силами уцепиться за левой. Тогда в глазах российских обывателей Киев вроде бы и вернул свои территории, но вроде и без поражения российской армии на поле боя, которая так болезненна для Кремля. А еще риторика, дескать, нам нужны ресурсы, означает, что все заявленные цели того, что в России называют специальной военной операцией, куда-то улетучились. Но если цель СВО забрать у Украины ресурсы, то, наверное, многие страны бывшего Союза примеряли это на себя. Нужна России военная база в Черноморье, они захватывают Крым. Крыму нужна вода, забираем Херсонскую область. Нужен сухопутный коридор, значит, и Запорожскую, Донецкую, Луганскую. Нужна электроэнергия, то Запорожскую АЭС нужно прибрать к рукам. То есть, другими словами, для России внутренние границы бывшего СССР оказывается весьма условным. Может, именно поэтому президент Таджикистана напомнил Путину, что надо уважать чужие интересы и сейчас не Советский Союз. А президент Беларуси Лукашенко, который согласился стать близким союзником Путина, не знает, как теперь выбраться из этой ловуши. Важно еще разобраться со сроками. В ИСУ говорят, что восстановление контроля будет происходить постепенно, во избежание больших потерь и разрушение инфраструктуры. Почти каждый день идут удары по логистике, военным складам, командным пунктам, переправам российских подразделений. И это как раз тактика, направленная на то, чтобы избежать боев лоб в лоб. Возможную стратегию действий на Херсонщине довольно точно описал бывший начальник разведки финанс финского генштаба. Я уже усвоил, что нельзя говорить о невозможности чего-либо, если речь идет об украинцах. Они весьма опытны и знают, как извлечь вызову из любой ситуации. Если украинцы обнаружат брешь, они пойдут именно туда. Будет ли российская армия отступать или сражаться, тут важный фактор. На этот участок фронта перекинули мобилизован. Это говорит о том, что сопротивление в Москве планируют, но, с другой стороны, будет оно не таким активным, как если бы под Херсоном сосредоточили элитные части. Так что шансы того, что российская армия может отступить, сама растут. Но и вариант того, что Россия может продолжать сражаться, тоже нельзя отбрасывать. Тогда это будет война на истощение. Россия не могут пойти на это, чтобы затянуть время, уповая на зиму, холода, проблемы с электроэнергией, усиливая удары по энергетической инфраструктуре, чтобы успеть, пока в Украину не подоспело достаточное количество западных комплексов ПВО. Или даже пытаясь за счет использования дронов финансово измотать и Украину, и Запад. Ведь стоимость беспилотника и ракеты, которая нужна, чтобы его сбить, несоизмерима. Но это все новые вызовы, по сути, новый этап. А битва за Херсон – последний акт не гибридной, а еще традиционной войны. Компании, где все будут решать не в больших кабинетах, а сами военные на поле боя. И где результат будет зависеть не только от оснащенности, но и от желания бороться дальше. Как все будет, обязательно детально поговорим в новых видео. Моей авторской программы Мацука сообщает на телеканале Freedom. Не пропускайте очередные видео. Спасибо, что смотрите и до встречи.